Это средняя школа, она 132. Сегодня обучается 147 человек. На будущий год 160 детей обучается. Вот представьте, у нас очень классы маленькие. Глава поселения Нина Беляева объясняет, старые быги растут. Всё больше молодёжи остаётся в родной деревне жить и работать. Для молодых семей отмежевали отдельный участок земли под строительство домов. Теперь туда нужно подвезти воду и газ. Наказ быгинцы передают депутаты Госдумы Андрею Исаеву. В какую-то адресную программу попасть сегодня очень сложно нам, поскольку если первый этап, кому сделан проект планировки, теперь нужна проектно-сметная документация. Проектно-сметная документация просто для водоснабжения. Это мне сказали ещё в прошлом году, стоит порядка 4-5 миллионов. Поэтому, конечно, нам без помощи государства никак не обойтись. А это уже новая ферма с современным доильным залом. Гордость колхоза Ашмес. У руководителя к депутату тоже есть вопрос. Больше 1500 квадратных метров, если начинаешь строительство, то идёшь на экспертизу. Пусть государственная, не государственная экспертиза, всё равно экспертизу. Зачем? Нельзя ли для животномоческих помещений это увеличить хотя бы до 3000 квадратных метров, скажем? А что значит экспертизу проходить? Это сразу... Это, во-первых, удлиняются сроки строительства, увеличиваются почти два раза затраты на это строительство. О принятых законах и проектах, которые ещё в разработке, Андрей Исаев рассказал на встрече с районными депутатами. Шарканцы подняли вопросы по самым разным местным проблемам. Это строительство дорог, социальных объектов, газификация, устойчивая сотовая связь, индексация пенсий. В каждом практически зале задаётся этот вопрос. Мы ждём решения самого высокого уровня по индексации пенсии работающим пенсионерам. Партия «Единой России» свою позицию в этом отношении заявила. Мы считаем, что индексация пенсии работающим пенсионерам должна быть восстановлена. Экономические условия для этого есть. Ждём соответствующего решения. А жители Шаркана уже на личном приёме попросили помочь в решении школьного вопроса. В райцентре школа переполнена, нужен пристрой. Андрей Исаев заявил, что берёт тему в разработку и готов содействовать. Елена Абуховская, Василий Хохряков. Новости. А есть ли какие-то проектные документы или пока только желания?